Уже отметили в анонсе, что в воскресенье всех ждет свежий выпуск программы «Здравствуйте». Ну а со следующей гостью, которую вы все точно знаете, можно общаться сквозь телевизор совершенно без маски, совершенно на прекрасном расстоянии антикоронавирусном. В общем, суть в том, что мы не можем ждать воскресенья, поэтому наша встреча с Натальей Донсу всегда чуточку раньше. Мы нетерпеливые. Доброе утро. Доброе утро. Ну и традиционно, естественно, задаем вопрос доктору, к тому же к нам в директ поступил. Свеженький, так сказать. Да, пока ты готовишься, я скажу, что, знаешь, есть сеансы одновременной игры, да, когда в шахматы играют, а есть сеансы одновременной консультации, это с Натальей Донсу, и такое бывает редко, поэтому, друзья, вам очень повезло. Да, можно делать погромче. Есть вероятность, что этот вопрос, собственно, актуален и для вас, потому что, ну, мне кажется, эта вот инфекция, она достаточно распространенная сейчас. То есть это надо чуть угрожать, это может коснуться каждого. Послушай. Именно так. Итак, зачитываем. Добрый день. Можно задать вопрос доктору Наталье Анваровне. Выявлена инфекция в желудке хеликобактер. Было назначено лечение, оно не помогло, инфекция осталась. Что делать? Говорят, она есть у всех. Хеликобактер. Да. Да, действительно, это бактерия, которая есть у 90% населения. Это бактерия, которая попадает в желудок и живет в слизистой оболочке желудка и приводит к развитию воспаления, хронические гастриты, эрозии, язв и даже приводит к развитию онкологии у предрасположенных людей, не у всех. Потому что у нас люди начитаются за хеликобактер в интернете и просто с такими горящими глазами приходят на прием, срочно нужно лечить эту инфекцию. А я еще раз предлагаю это прям акцентировать. Не у всех, у ограниченного числа людей предрасположенных, да, не обязательно сейчас бежать к врачу. Но тем не менее, по сути, она действительно есть практически у всех, просто она по-разному себя ведет. Она есть у 90% населения. Если раньше, допустим, считалось, что язва желудка вызывается повышенной кислотностью, то есть кислота разъедает слизистую и образуется вот этот язвенный дефект, то не так давно доказано, что именно вот эта инфекция, хеликобактер пилори, попадая в желудок, именно она является таким провоцирующим фактором для развития язвы. А все почему? Она, когда попадает, она выделяет в слизистой оболочке желудка ферменты, которые разъедают, устраняют вот этот защитный слой в желудке. То есть у нас в желудке есть защитная слизь, и чтобы мы не ели там красный перец, томатные заправки, чеснок, мы, в принципе, не чувствуем это все. Но как только слизистый слой ушел, то, соответственно, мы можем чувствовать. Съели там, допустим, кетчуп или там, допустим, аджику, да, сразу чувствуем. И плюс за счет того, что она выделяет определенные ферменты, она снижает кислотность желудочного сока. А кислотность желудочного сока – это наш защитный барьер. То есть кислотность для того, в общем-то, и придумана, чтобы все микробы, все бактерии погибали. И, соответственно, у человека было более комфортное пищеварение. Как попадает эта инфекция? Да, вот хотелось бы узнать, потому что мы… Как она к 90%? Наталья три раза уже сказала, она попадает в организм. Мне все интересно, ну, как, знаешь, может быть… Еще и к такому большому, собственно, количеству… Дышать через раз, и тогда она не залетит, не знаю, или есть только очищенные продукты. Ну, в общем-то, да, как она попадает в эту инфекцию? В принципе, попадает довольно-таки банальным путем, контактным путем. То есть когда мы с близким человеком рядом находимся, да, в семье, если, допустим, кто-то, ну, является носителем этой инфекции, ничего его не беспокоит. Вот, допустим, мама может облизать ложку, да, дать ребенку попробовать какую-то еду, и вот таким контактным путем передается эта инфекция. Но человек может десятилетиями, а может и всю жизнь жить с этой инфекцией, никаких абсолютно проявлений не будет. То есть все зависит от степени обсеменения, то есть от концентрации этой инфекции в желудке. А когда увеличивается концентрация инфекции? Когда у человека появляются предрасполагающие факторы. То есть, допустим, он начинает много курить. Дело в том, что никотин, он очень сильно суживает сосуды, которые кровоснабжают желудок. Эта инфекция активизируется. Или, допустим, человек живет в каком-то хроническом стрессе. А стресс мы всегда знаем, да, он снижает иммунитет, и происходит активизация любой инфекции, которая есть в организме. Или, допустим, какие-то погрешности в питании, чрезмерное употребление алкоголя. И вот эти провоцирующие факторы, они являются таким толчком для того, чтобы эта инфекция начинала больше расти, и, соответственно, оказывать свое повреждающее действие. Но вообще она из продуктов как-то к нам попадает, я не знаю. Нет, это все. Я понял, она в ком-то уже живет, да, просто кто-то не болеет и может передавать. Да, это все контактный путь. То есть, допустим, вот мы пока выходим замуж, да, или женимся, мы встречаемся с определенным количеством людей, да. Прямой контакт через поцелуй – это уже передача инфекции. Вот, будьте аккуратнее, знаете, как бы... Сначала анализ на хеликобакт, а потом все поцелуи. Спасибо, да, спасибо. Как выявляется эта инфекция? Ну, когда человека начинает беспокоить что-то, какие-то болевые ощущения в желудке, естественно, он идет на фиброгастроскопию. И когда идет исследование... Да, 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 вот остановимся на этом поподробнее, да, вот это естественное... Естественно, что-то там абракадабра. Меня было трудно затащить на вот эту естественную фиброгастроскопию, да, поэтому, друзья, все-таки берегите здоровье. Но это самое информативное исследование. Да, то есть, когда проводится исследование желудка, проводится или быстрый урязный тест, это называется на выявление этой инфекции, или же биопсия проводится, и выявляется носительство вот этой хеликобактерной инфекции. Либо второй вариант, у нас, конечно, его в Приднестровье нет, дыхательный тест. То есть, человек дышит в трубку, и продукты обмена хеликобактера, когда попадают в выдыхаемый воздух, они фиксируются специальными датчиками. Тоже очень информативный тест. Вот хотелось бы, чтобы какие-то тоже появились, просто в трубочку выдышать. У нас люди привыкли идти в лабораторию и сдавать анализ крови на хеликобактер. Хочу сразу сказать, этот тест не информативный. То есть, многие люди приходят ко мне с результатом анализов и говорят, доктор, посмотрите, какая там большая цифра на антитела к хеликобактеру. Почему этот анализ не информативный? Он показывает только то, что когда-то в течение жизни, может быть, в детском возрасте, в человека попала эта хеликобактерная инфекция. Организм выработал антитела, и вот эти антитела будут фиксироваться на протяжении всей жизни. Это не говорит о том, что у человека сейчас, в настоящее время, есть эта инфекция. Зачастую бывает так, человек приходит с этими антителами, доктор, срочно назначите мне лечение. Но вы меня простите, перед тем, как назначить схему 14 дней пить антибиотики, это не очень комфортная схема лечения, нужно все-таки перепроверить наличие этой инфекции. То есть вот это вот, вот это вот, все внутри надо проверить. Ну, или дышать трубкой. Нет, на самом деле есть более простой способ. Используется анализ кала на антиген к хеликобактеру. То есть сдается этот анализ, используется более информативный метод. И если определяется в этом анализе антиген к хеликобактеру, это является стопроцентным показанием к лечению. То есть зачастую бывает, люди сдают анализ крови, у них там антитела зашкаливают, а сдают другой анализ, анализ кала, и в этом анализе не выявляется абсолютно ничего. Поэтому, когда выявляется эта хеликобактерная инфекция, конечно же, ее нужно пролечить. Всем ли назначается лечение? На самом деле не всем людям. То есть есть люди, у которых носительство хеликобактерной инфекции, да, мы можем, допустим, им не лечить ее. Есть та группа людей, у которых, допустим, в семье была онкология желудка. Вот и мы должны этот хеликобактер просто пролечить, полностью истребить в слизистой оболочке желудка. Схема лечения, конечно же, очень тяжелая. То есть если раньше, во-первых, схема лечения состоит из четырех препаратов, из них два антибиотика, и это лечение необходимо принимать на протяжении двух недель. Как наша подписчица спрашивает, прошла курс лечения, а у нее эта инфекция осталась? Ну, во-первых, нужно понимать, по каким анализам она проверила, осталась она или нет. Если она по анализу крови, да, то этот анализ будет положительный всю жизнь. А если все-таки действительно инфекция осталась, скажу так, конечно же, нужно подбирать другие схемы лечения. Дело в том, что хеликобактерная инфекция, она очень тяжело поддается. То есть вот эти стандартные схемы антибиотикотерапии, к ним хеликобактер нечувствителен. А все почему? Потому что наши люди используют антибиотики по поводу и без повода. То есть какая-то вирусная инфекция, бегут за антибиотиком. Или там, допустим, постоянно длительно используют эти антибактериальные препараты. Некоторые вообще сидят на бицелине, да, это антибиотик длительного действия. То есть получается, инфекция уже нечувствительна к этим антибактериальным препаратам. И приходится подбирать более сложные, более мощные схемы лечения, более длительные схемы лечения для того, чтобы подавить рост этой инфекции. Ну и потом, никто не застрахован от повторного заражения. Вот туда хочется отметить, да, если оно передается, допустим, в семье, да, элементарно. Допустим, у жены он не активен, у мужа активен, да. Он пролечил, но тем не менее, опять-таки, от жены хеликобактер вновь может попасть. То есть, когда возникает вопрос, что нам необходимо полностью эту инфекцию уничтожить, тогда мы должны проверять всех членов семьи на наличие этой инфекции и лечить всю семью совместно. Ну и потом, о чем стоит знать и понимать. Почему еще не помогает лечение антибиотиками? Ну, допустим, если человек не убрал провоцирующие факторы. Вот банальный был у меня пример. У меня был мужчина, которому я не могла вылечить язву на протяжении полугода. То есть, проводим мощные курсы лечения, ему становится легче. Делаем контрольную гастроскопию, инфекция присутствует, язва присутствует. И так было несколько раз, пока я уже авторитетно не заявила, пока ты не бросишь курить, а он просто молодой человек, но он злостный курильщик. У тебя эти язвы не пройдут. И что получилось? Через полгода радостный пациент приходит, бросил курить. То есть, это его смотивировало, в общем-то, на то, чтобы бросить курить, потому что язвы не заживают. А его папа умер от рака желудка. То есть, он понимает, если он сейчас ничего не предпримет, то, в принципе, его ждет папа на наследство. Бросил курить, и все язвы благополучно зажили, и хеликобактерная инфекция точно так же ушла. Ну, в общем, главное не только вылечить, но еще и вот эти все факторы, раздражающие, убрать из своей жизни. Еще раз напоминаем, что не обязательно бежать к врачу после нашей передачи. Возьмите у меня анализ на хеликобактер, потому что я послушала Наталью Донцу. Нет, да, друзья, следите за своим здоровьем и в целом просто берегите себя. Кому нужно в первую очередь лечить хеликобактерную инфекцию? Ну, во-первых, это людям, у кого хронический воспалительный процесс в желудке никак не пройдет. Во-вторых, это у тех людей, у кого уже выявлена язва или, допустим, эрозия в антральном отделе, это на выходе из желудка. У тех людей, у кого в семье есть онкология, особенно онкология желудочно-кишечного тракта. Ну, и обязательно тем людям, у кого уже оперированный желудок, либо у кого уже выявлена онкологическая проблема. Ну, в общем-то, если вы какие-то свои симптомы сейчас услышали, то можете обратиться к врачу, а так остальные просто в очередной раз стали чуть умнее и мудрее. Мне кажется, я потихоньку уже сдаю вот этот минимум на начинающего терапевта. И в любом случае я могу набрать Натальи и спросить, что делать с человеком. Да, все, собственно, благодаря Наталье. Спасибо вам большое. Еще раз давайте напомним, мы уже в нашем анонсе видели и слышали, но, тем не менее, еще раз давайте напомним, что мы узнаем из программы «Здравствуйте» под ближайшее воскресенье. Мы решили рассказать о головных болях и о мигренях, потому что это очень часто встречающаяся проблема, с которой не все обращаются за медицинской помощью. А нужно? Нужно. Вот так. Не пропустите в 10 утра в воскресенье традиционно программа «Здравствуйте». Вообще, конечно, здоровье – это тема номер один всегда.